Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим об электроэнергетике. Тема достаточно интересная и с точки зрения экономики нашего отечества, и с точки зрения фондового рынка. В гостях у меня сегодня Дмитрий Терехов, старший аналитик инвестиционной компании «Грандис Капитал». Добрый вечер, Диман. Добрый вечер. И Михаил Лямин, аналитик «Номос Банка». Добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение? Отлично. Ну и славненько. Ну что ж, давайте начнем с того, что поговорим об электроэнергетике, наверное, с точки зрения сегмента экономики нашего государства. А может быть даже и не нашего, а вообще в нынешних временах электроэнергетика и, в принципе, энергетика, наверное, это достаточно серьезная тема в экономике любого государства. Безусловно. И у нас тоже. Конечно. В этом случае каково влияние государства на сегмент? Определяющее, наверное. Определяющее. Все-таки отрасль во многом остается регулируемой для сетевых компаний тарифы. По-прежнему, в основном, государство в генерации доли свободного рынка практически до 100% доведено. Что касается электроэнергии, мощность по-прежнему де-факто регулируется государством. Поэтому, ну, государство как... Извините, с точки зрения мировой практики это нормально? Везде таким образом? Абсолютно. 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 Ну, плюс-минус, но, в общем-то, все инфраструктурные отрасли в той или иной степени очень сильно регулируются государством. Где-то больше, где-то меньше, но так или иначе это такая ситуация. То есть, это везде монополия некая, да? Ну, безусловно, да. Нет, ну, здесь дело в том, что есть, конечно, отдельные страны, где, можно сказать, что не регулируются. Хотя, по факту, в основном, такого сегмента, как свободный рынок, он существует достаточно условно. То есть, там возникают двусторонние отношения, которые, ну, по факту, тоже формируются на долгосрочной основе. И, можно сказать, что тоже подвержены определенному регулированию. Вот, что касается России, я вот хотел бы добавить, что все-таки создание свободного рынка, оно пока еще, ну, весьма условно нерегулируемое. Существуют отдельные крупные игроки, которые поставляют электроэнергию в этот сегмент по заявкам, занижая объемы, такие как Росгидро, в частности. Поэтому, все-таки, создание свободного рынка, оно не завершилось. И, в общем-то, влияние на сегмент огромное. То, в общем-то, можно было наблюдать. Вот, если не сложно, давайте вот об этой структуре. Когда началось формирование свободного рынка, с преснопамятного краха исчезновения РАО ЕС? Отсюда это началось, Дим? На самом деле, формирование рынка, это было одно из ключевых припосылок реформирования РАО ЕС и российской энергетики. И целей реформирования. То есть, цель была такая, чтобы разделить монополию РАО ЕС и все ее дочерние АО Энерго по видам бизнеса. И в генерации создать условия для возникновения свободного рынка. Вот отсюда, да, мы будем считать, что пошли дорогою к свободному рынку. Да, именно так. Но на сегодняшний день, что можно сказать? Конечно, здесь надо разделять то, к чему мы пришли, на две вещи. Инфраструктура припосылки юридические, прежде всего, нормативные. И сложившийся расклад сил на рынке среди игроков. Это разные вещи. Припосылки в целом созданы, конечно, нормативная база разработана. Хотя, особенно, что касается рынка мощности, она еще долгий путь ей предстоит пройти. Но, что касается рынка электроэнергии, там уже инфраструктура есть. А вот что касается игроков, то правильные коллеги замечают, что у нас по-прежнему велика доля электроэнергии, производимой очень небольшим количеством крупных игроков, буквально там 3-4. И поэтому здесь в чистом виде конкуренции говорить не приходится. Но это, опять же, нормально, потому что электроэнергетика очень капиталовимкая отрасль. И там с неизбежностью выживает и доминируют только крупные игроки. Что и подтверждается мировым опытом. А среди этих крупных игроков, Миша, еще тогда разочек назови, кто эти люди? Ну, очевидно, все крупнейшие госкомпании. Интерау, в первую очередь, наверное, Росгидро, Росатом, безусловно. Ну, вот Газпромэнергохолдинг тоже косвенно можно отнести к этому сегменту. То есть формально все компании с госучастием. Это вот есть ключевые игроки рынка? В принципе, да. Ну, и дальше, как структура эта выстроена теперь? После того, как есть многозвенивая, правильно по-русски сказать. Как выстроена эта структура? Электроэнергетики в целом у нас в России. Ну, вот мы начинаем, да, с ключевых игроков. Не, ну, в целом, если, позвольте, я подключусь, структура выглядит следующим. У нас есть генераторы на одном конце провода, которые это производят. У нас есть сетевые компании, которые эту электроэнергию передают по сетям. ФСК, по сетям крупного напряжения, и распредсети в виде МРСК и их материнской компании Холдинг МРСК. Дальше идут с бытовой компанией, которые работают с конечным потребителем, обеспечивают продажу электроэнергии на розничных рынках. И на оптовом тоже, но конечным потребителем. Вот, собственно, так выглядит цепочка со стороны продавца, производителя. Ну, с потребителем все проще. Здесь две категории. Есть розничный и оптовый потребитель. Оптовый потребитель тоже делится на тех, которые выведены на оптовый рынок, напрямую покупают. И тот, который покупает по розничным тарифам. Вот это в целом конструкция. То есть каждая из компаний по видам деятельности отвечает за свой участок работы. Это продукт реформирования электроэнергетики по видам деятельности. То есть задача была именно такая, чтобы каждый занимался своим делом. Задача была в том, чтобы отделить вот эти виды деятельности друг от друга, монопольные, такие как передача электронагии по сетям, от потенциально конкурентных, такие как производство электронагии, генерация и ее сбыт. Вот. Эта задача достигнута. Совершенно. Да. А чего все-таки еще предстоит пройти, какие шаги предстоит пройти, чтобы все-таки мы говорили, что... Ну, видите, мы столкнулись с такой парадигмой, как по-простому говорю, за что боролись, за то и на то и напоролись. Было совершенно понятно, что либерализация в том или ином виде, повышение конкуренции, оно потребует платы за свое существование в виде роста тарифов. И на фоне того, что задача создания стимулов для сокращения сдержек так и не была решена, а не была она решена прежде всего потому, что приватизация пошла не по тому пути, по которому было нужно. И должна была бы идти. То есть я правильно понимаю, возможности были, да? Мы получили такой рост тарифов, что государство и население, и потребители на определенном этапе развития и общей экономической ситуации, которая резко ухудшилась в 2008 году, они поняли, что что-то у нас тариф вырос уже на уровне европейского стал, качество услуг серьезно не выросло, если вообще изменилось. И тогда встает вопрос, зачем тогда вообще мы все это делали? Вот. Без понимания того, что на самом-то деле реформа не была доведена до своего логического завершения. И мы во многом пожинаем плоды ее половинчатого характера. Такая ситуация. Ну, я бы еще вот добавил, на самом деле, что вся реформа-то все-таки продумывалась и просчитывалась под модель непрерывно растучего и достаточно серьезным темпом. Рынк формально сейчас происходит отклонение от первоначальных планов, и, собственно говоря, вся база нагрузки, которая ложится, в том числе и по инвестиционным составляющим в тарифах, она ложится на меньший объем потребления. То есть это как бы такое дополнительное влияние на темпы роста. С точки зрения, наверное, достижения конкуренции тоже здесь вопрос, на мой взгляд, очень спорный, то, что, в общем-то, те же самые госхолдинги остались, преобразование РАО ЕС, которое фактически разделилось на четыре компании, в общем-то, и продолжается управляться государством. Поэтому мне кажется, что весьма спорный тезис конкуренции в генерации. Возможно, это и неплохо, да, возможно, что до решения таких ключевых проблем, которые назрели в отрасли, может быть, и требуется сохранение госконтроля, в том числе и для привлечения инвестиций, потому что государство по-прежнему остается определяющим игроком по вливанию в сектор. Собственно говоря, такие дополнения были. Я понял. Вот ты говорил о том, что недорассчитали, да? Рассчитывали на одно, а получилось другое. Это причина здесь кризис восьмого года? Ну, в том числе, да. То есть он существенно подорвал? Ну, не сказать, что существенно, но влияние оказывано, конечно, безусловно. Ну, здесь я бы сказал, что с макроэкономической точки зрения не только и не столько кризис, наверное, а структурные просчеты в прогнозировании российской экономики. Ведь прогнозные балансы до восьмого года, а реально в шестом-седьмом году, когда как раз затевалась реформа, тогда и потребление росло гораздо более высоким темпом. По четыре процента в год, почти по пять. И казалось, что это будет продолжаться вечно. Но, как мы знаем, российская экономика замедлила существенно свои темпы роста. И я лично не считаю, что дело здесь только в кризисе. А дело в том, что у нас в экономике накопилось масса структурных проблем, о которых, может, макроэкономисты лучше расскажут. Ну, там, это и системная коррупция, которая просто не дает экономическому росту иметь место быть в более высоких масштабах. И инфраструктурные ограничения, и прочее, прочее, прочее. В результате мы не видим того экономического роста, на который потенциально могла бы Россия легко рассчитывать. И то, которое есть, например, Бразилия, Индия и Китай, в сопоставимых странах по группе БРИК. Извини, а там нет этих проблем, о которых сейчас говорили? Есть, но эффективнее борются. Просто борются эффективнее. Ну, в общем, считается, что да. Ведь у нас на Красной площади коррупционеров не расстреливают, правильно, как в Китае? По-моему, в Бразилии тоже до этого не дошли еще, да? Я не знаток этой страны диких обезьян, но, наверное, там не таким масштабом. Я понял. Хорошо. Давайте продолжим об этом через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это программа «Сухой остаток» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим об электроэнергетике. У меня в гостях Дмитрий Терехов, старший аналитик инвестиционной компании «Грандис Капитал» и Михаил Лямин, аналитик «Номос Банка». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Ну что ж, я думаю, следующая тема, которую я хочу вам предложить для большинства наших слушателей, для всех, я думаю, и для нас в том числе, для меня-то точно, очень волнующая, очень интересная, это тема тарифов, собственно, за электроэнергию, ну, в конечном, для конечного потребителя. Давайте, расскажите поподробнее, да, во-первых, на основании чего эти тарифы формируются, да, на что смотрят при их формировании, почему они, хотя, наверное, ответ на этот вопрос тоже понятен, что они все время растут, доколе, ну, и что в ближайшей перспективе нам ждать? Да, Дим? Ну, тариф, в целом, если посмотреть на структуру его для конечного потребителя, ну, она в сегодняшний день выглядит примерно так. Порядка 55-60% конечной цены – это цена генератора, то есть это стоимость производителя электроэнергии, генерирующей компании. Около 3% занимается бытовая надбавка, это ту часть, которая будет с бытовой компанией, остальное – это в том или ином виде сетевые компании ФСК и распределительные компании Холдингов и МРСК, региональные какие-то ТСО и так далее. Вот такая структура тарифов. Соответственно, генераторам надо делать инвестиции, раз, и газ дорожает, два. Вот, это рост генерирующей составляющей. Сетевым компаниям надо тоже обновлять свои основные фонды, строить новые, отсюда рост у них. Ну, с быты там – это незначительная доля, можно и об этом не говорить. Ну и плюс инфляция. Ну, про топливную я сказал отдельно, хотя это та же самая инфляция. Экономически ничем не отличается от других. Топливная составляющая. Все хотят повышать зарплату своим работникам, у всех есть коллективные договоры с своими работниками, все хотят иметь хорошую страховку медицинскую, социальную. Ну, а прибыль это говоримое, это же все-таки коммерческие предприятия, да? Ну и прибыль. В конце концов и прибыль. Хотелось бы и заработать, да? Да, но сейчас пока это не очень большая величина в тарифе. Вот, хотя инвестиции делаются из прибыли, и формально, с бухгалтерской точки зрения, для того, чтобы компания имела источники для финансирования своих инвестиций, помимо амортизации, ей нужно заработать прибыль. Она только из чистой прибыли может это делать, кроме амортизации и заемных средств. То есть, другими словами, да, вот понятно, из чего складываются тарифы для конечного потребителя. Другими словами, исходя из логики развития, значит, и коммерческих непосредственно составляющих, да, то есть тарифам, конечно, суждено расти. Здесь я бы добавил, что ключевую роль сейчас на рост тарифов, если мы говорим, в первую очередь, на оптово цене, это включение инвестиционных составляющих, в частности, переход на новую методику регулирования, в частности, в сетевом комплексе. Которую мы наблюдаем. Вот, поэтому сохранение РАБа, так называемого, все-таки планируется сохранить РАБ. И в этой связи... Дич, если можно, расшифруй, потому что я так понимаю, это аббревиатура какая-то РАБ. Да, но идея РАБ-регулирования является возврате на базу капитала, которая формируется у компании и планируется к формированию, в виде инвестиций. Соответственно, это попытка, фактически, через инвестиционную программу компании провести инвестиционную программу компании через тариф. То есть, грубо говоря, чтобы оплата инвестиций осуществлялась через потребителя заранее, скажем так. То есть, потребитель как бы становится инвестором неким? Потребитель, да. Но в этом есть определенная логика, ввиду того, что основное раньше формирование источников инвестиций происходило через плату за тех присоединения. Вот сейчас попытка, чтобы не было таких сумасшедших счетов, при попытке включиться в сеть, растянуть и размазать это по всем потребителям. Соответственно, вы приходите бесплатно, вроде как, подключаетесь, но при этом, вот при потреблении электроэнергии вы непосредственно уже участвуете в создании новой инфраструктуры. То есть, это психологический точка зрения как-то для меня лично, как для потребителя, более спокойно я к этому отношусь, да? Ну, в общем, да. Ты правильно сказал, размазали это дело, вроде оно так и незаметно. Ну, здесь... Смотря для какого потребителя, да. Для нового легче, а для старого ему неинтересно платить за других. Идет просто перекладывать на всех. Но, как бы, здесь, конечно, основной эффект дается на первом этапе, этап перехода, впоследствии, конечно, там темпы сглаживаются. Вот, ну, собственно говоря, это мы наблюдаем сейчас, там, попытки отдельных регионов вести регулирование с 2010-2011 года. Это вообще реально вести регулирование, учитывая, что это... Это реально, но дело в том, что действительно, вот, как Дмитрий уже ответил, что идея-то все-таки была создать такой тариф, который позволял бы инвестировать, но при этом и стимулировал к экономии компании. То есть компания могла увеличивать инвестиционность в тарифе, но при этом бороться с издержками, улучшать качество управления и прочее, прочее. Вот на последних этапах как-то особо незаметна вот эта вот вторая часть программы. И, соответственно, наверное, это и вызывает основное опасение в правительстве, которое пытается вмешаться сейчас в ход реформы. Ну, собственно говоря, мы надеемся, что действительно будет перестройка именно в этом направлении. На самом деле у нас ведь электроэнергетика – это просто яркий пример одной из российских отраслей, где накопилась такая же куча структурных проблем, как и во всей остальной экономике. Извини, пожалуйста, мне почему-то пришла аналогия, да? У нас известны дураки, дороги, и сюда же электроэнергетику можно поставить. Ну, это уже инфраструктура. Ну, дороги, да, это обобщенное, можно сказать, понятие всей инфраструктуры. Всей инфраструктуры. Почему у нас высокий тариф, и он постоянно растет? По одной простой причине. У нас изначально неэффективная система была построена. В силу ряда причин. Построена когда? Уже вот, собственно говоря, в российские времена? Или это мы еще пушинаем советские? Ну, еще оттуда все тянется, хотя и российский перевод что-то добавил. Вообще, тут надо отделить, наверное, физическую составляющую от экономической, потому что с физической точки зрения единая энергосистема, которая у нас построена в России и в Союзе была, она уникальна по своим масштабам, по своей технологичности, экономически она очень целесообразна и дает большой экономический эффект. Но это на уровне физики и киловатт-часов. А на уровне экономики у нас достаточно изношенное неэффективное хозяйство, которое для своего поддержания требует больших затрат. Ну, простой пример. Если у вас, скажем, ну, вот для меня это сейчас актуально, я строю загородный дом. Давай, давай. Вот, если у вас старый дом, построенный по старым технологиям, ну, там, я не знаю, из бревен, которые все рассохлись, то его нужно там, во-первых, дорого топить. Все, что ты топишь, вылетают, окна стоят старые, тоже огромные щели, все вылетает в трубу. Если же ты делаешь все с нуля, с учетом всех новых веяний, там, у тебя какой-нибудь поризованный кирпич там теплоэффективный, новые стеклопакеты, котел ты поставил газовый очень эффективный и так далее, и так далее, то у тебя текущий затрат существенно меньше, чем в старом доме. Но. И сейчас наша энергетика находится в следующей ситуации. Мы получили наследство старый дом, огромные щели, чтобы все это протопить, нужно огромное количество газа сжечь, а он дорожает. Поэтому текущее содержание очень дорого. Хозяева этого дома приходят, говорят, дайте денег, мы отремонтируем, поменяем, поставим новый стеклопакет, и это, и это. Чтобы не дуло, да? Подождите, сейчас три года, да? Да, так не скажешь, поэтому менять запчасти приходится на ходу у машины. Вот, это один момент. Второй момент, что отчасти, может быть, хозяева дома, может быть, где-то там лукавят, да, берут деньги, а стеклопакеты не меняют. Вот, осваивают в другом его месте. Строят для себя лично, но уже в другом месте. Вот. И в результате мы получаем, что мы вынуждены идти и содержать текущую неэффективную инфраструктуру, тратя на это большие деньги. Ну, какой там путь мы, конечно, проходим по пути, чтобы устроиться новые электростанции, да? Они уже совсем другие, они лучше. Они вот являются примерно такого нового эффективного дома. Но, к сожалению, это нельзя сделать одномоментно. И кто знает, может быть, кстати, на историческом горизонте каком-то длительном мы и пройдем этот путь. Просто, как сказал поэт, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Поэтому, может быть, в текущем процессе намыкают, что все так плохо. Ну, это всегда так. Всегда так происходит. Хочется же сразу, да? Вот мы там жили 70 лет в Советском Союзе, потом прошло там, условно говоря, 10 лет, а мы до сих пор не в капитализме. Да, мы критикуем, но кто знает, надо же понимать, что такие процессы, они быстро-то и не делаются. И без проблем тоже не делаются. Кто знает, может быть, через 20 лет мы и придем к тому, что у нас будет молодая энергетика, молодая по основным фондам, эффективная и так далее. Это тоже важно понимать. Абсолютно с тобой согласен. А в принципе, можно какую-то более-менее перспективу ближайшую, когда мы говорим, что через 5-10 лет? Я думаю, что ближайшая перспектива, ну, ближайшие недели, не 10-20 лет, она пока для энергетики не очень радостная. Потому что сейчас все-таки государство пока приняло для себя решение, это видно, что пока тормозить рост тарифов. Следовательно, пока они быстро расти не будут, энергетика будет на таком своеобразном халде висеть. То есть будет что-то делать по минимуму, но без каких-то... Палка о двух концах, да? То есть если тарифы не будут расти, соответственно, и у энергетиков будет меньше возможности для развития. Очевидно, да. Да, но здесь еще нужно делать и какие-то другие шаги, ведь не все же упирается в один тариф. Просто хотя бы нормальная грамотная приватизация, как минимум. Почему нас распродали большую часть генерации Газпрому, ну, или Интералу, которую она не распродавала, она так все забрала, у государства все, что осталось. Посмотрите на НЛ, посмотрите на ИОН, ну, бывшие УГК-4, УГК-5. Ведь там с эффективностью все в порядке. Они как раз хороший пример того, что хороший хозяин даже... А условия для всех одинаковые. Тариф у всех примерно равным к слову регулируется. Но там все более-менее. А в других не настолько более-менее. Поэтому вот не только в тариф все упирается. Как минимум приватизация, выполнение установления и выполнение прозрачных правил, оно уже могло бы дать существенный эффект. Но мы не имеем этого, к сожалению. Дима, спасибо. Вообще тема приватизации очень интересная. Давайте о ней через несколько минут продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – электроэнергетика. Блияние государства на этот сектор. Ну и, собственно, самая больная тема – это тарифы. Доколи. Ну, как выяснилось, собственно, рост тарифов – это вещь неизбежная и достаточно объективная. А у меня в гостях, я напомню, Дмитрий Терехов, старший аналитик инвестиционной компании «Гранис Капитал» и Михаил Лямин, аналитик «Номос Банка». Предыдущую часть программы мы с вами закончили на разговоре о приватизации. Я думаю, что всех без исключения слушателей интересует эта тема приватизации. Дим, продолжим. Ну, собственно, у нас в новостном фоне приватизации в энергетике пока только последнее заявление министра о том, что все-таки надо приватизировать и распределить сетевые компании, и пилотный проект может быть реализован в первом квартале следующего года. То есть одна из компаний может быть продана. Приватизировать планируют через доп.эмиссию, то есть не просто продать компанию кому-то, а сделать доп.эмиссию, которую потенциально выкупит стратег, и деньги останутся в компании, будут использованы на реновацию с новых фондов. В общем-то, это та схема, которую применял в свое время РАО ЕС, и это правильная схема, потому что как раз то, о чем мы говорили в первой части программы, что нужны инвестиции в энергетику. Не обязательно их получать, потребителей собирать. Можно, в общем-то, привлечь стратегического инвестора, который даст деньги в расчете на будущую доходность, и таким образом решить часть проблемы инвестиций. Ну, опять же, я считаю, что самое главное во всей этой истории не то, что привлекут деньги, это как раз вторично, а нужен хозяин. Реальный хозяин, который будет смотреть, снижать издержки, управлять компанией эффективно. В данном случае, ты пример приводил, что часть предприятий приватизировали, условно говоря, государственные структуры, а часть попали в руки эффективного пользователя. Вот в этой ситуации, как обезопасить предприятие, которое будет приватизироваться, чтобы так же оно дошло до эффективного пользователя? Есть такая возможность? Ну, я думаю, что здесь важно, я не знаю, легитимно, наверное, такие барьеры нельзя поставить, но какое-то политическое решение принято о том, что государство не должно участвовать, госкомпании не должно участвовать в этой приватизации, потому что уже хватит собирать все в госхолдинге, в интерау, а в сетях, может, я не знаю, какая-то идея родится, что ФСК должно выкупать эти пакеты. Это чья-то политическая воля должна быть? Кто-то должен сказать, кулаком ударить по столу, да, говорить? Ну, вы же знаете, у нас все решения принимаются одним человеком. Кулаком, я понял. Кулаком по столу все решения принимаются. Ну, дай бог. Дай бог. Хорошо. Давайте тогда посмотрим на фондовый рынок с точки зрения электроэнергетики, основные бумаги, что с ними происходит сейчас, и, может быть, даже, если это возможно, какие-то рекомендации, потому что у нас народ торгующий слушает еще. Пока. А? Пока. Пока. Пока торгующий. Вот. И очень часто, естественно, задают вопросы по поводу того, что было бы сейчас интересно. Я единственное, на что опять обращу внимание, сейчас все-таки лето, и, наверное, да, и вот этот сезон, летний сезон, затишье, он наверняка тоже оказывает влияние. Миш, а что бы ты посмотрел сейчас из электроэнергетики? Ну, здесь стоит отметить, что, в принципе, для электроэнергетики ключевой месяц, это все-таки, наверное, сентябрь, это осень в целом. Ну, то есть сезон начинается, да? Ну, здесь просто ключевые решения должны быть приняты и по сетевому комплексу, и окончательные решения по тарифам, и по инвестиционным программам. То есть, наверное, все-таки, действительно, до осени здесь ожидать каких-то серьезных колебаний, может, и не стоит. Сектор рисковый, и риск в этом году только усилился, поэтому... В связи с чем? Ну, это, в первую очередь, в связи с вмешательством правительства в ход реформы и кардинальным изменением, попыткой собрать все подъединенные структуры, в том числе, вот, Роснефтегаз образованный, как новый инвестор в энергетику. Поэтому, с моей точки зрения, есть относительно спокойные инвестиции, Дмитрий назвал это, безусловно, с участием иностранных инвесторов, и он Россия, и, собственно говоря, НЛГК-5. Это, наверное, наиболее долгоиграющая тема на рынке, компания, которая, формально, если о его не говорить, уже вышла на положительный поток, генерирует нормальную прибыль. И, в общем-то, это компания западного аналога, абсолютно, то есть, постоянно выплат дивиденды, которые, по всей видимости, будут расти. С точки зрения других идей, ну, сейчас достаточно сложно, мне кажется, смотреть куда-то далеко, действительно, нет ни ориентиров по энергетике, ни что будет, ни как будет перераспределяться, есть достаточно плохие и сильные устойчивости. Извини, пожалуйста, вот ты говорил, что в ближайшее время какие-то будут ключевые решения по этой отрасли приниматься. Есть какие-то даты, ну, или приблизительные? Скорее, сроки, сроки. До 1 ноября это тарифы. До 1 ноября тарифы. Да, в сентябре будет, судя по всему, обсуждаться в правительстве вопрос консолидации сетей. Ну, собственно говоря, вот основные идеи, да. Ну, также там вопросы, безусловно, с декапитализацией компаний, в том числе Росгидро, ключевые вопросы, поэтому мне кажется, что сейчас это можно только гадать, какая из этих компаний будет интереснее, как будет обходиться, наверное, все-таки я бы сейчас держался немножко в стороне от электроэнергетики. Ну, именно вот до озвученных тобою, да, сроков? По крайней мере, да, определение некого вектора. То есть, очевидно, что сейчас есть две силы на рынке. С одной стороны, это попытка собрать все под Гидро с нефтегаза, что достаточно плохо воспринимается инвесторами. С другой стороны, это новое правительство, которое больше настроено на либерализацию и приватизацию, о которой мы говорили выше. Соответственно, вот кто из них победит, наверное, туда вектор пойдет. Поэтому сейчас равнозначные. У них конфронтация какая-то? Да, у них есть определенное разногласие в вопросах всех. Собственно, поэтому сейчас определенно, мне кажется, очень сложно что-то говорить. Тим, а на чьей стороне сила, как ты думаешь? Сила? Сила в правде. Сила в правде. На чьей стороне правде? Ну, я думаю, что, во-первых, значит, что касается рынка в целом, то правильно, он сейчас очень вялый. Это факт. Второе. Подожди еще раз. Сейчас это вот лето потом. Да, лето. Абсолютно, да. Плюс еще, ну, как бы я на рынок в целом смотрю, просто нет денег. Свежих денег нет. Если посмотреть динамику фондов, притоков фонда, то по России, по Imagine Markets стабильно идет оттоки. Пока притоков мы не видели. То есть просто не приходит новых денег. Видно попытки к росту, но они все захлебываются пока тем, что просто нет свежей ликвидности на российском рынке. Но на этом фоне, что мы видим, что ФСК очень хорошо выросла за этот месяц, где-то процент на 25, наверное. Она, правда, и упала перед этим, очень здорово. Здесь, в общем-то, вообще расцветной комплекс сейчас интересная корпоративная история. И несмотря на то, что денег нет, и при дефиците ликвидности на рынке, оставшиеся небольшие средства устремляются в очевидные идеи. И там как раз идет определенный разогрев. То есть ФСК это та самая очередная идея? Вот сегодня, например, при том, что рынок там очень не сильно колебался, там в пределах полупроцента по индексу, по-моему. ФСК там в моменте вырастал 2 с лишним процента. Холдинг тоже закрыли, правда, по-моему, все плохо. Это плохо, но видно, что там была покупка. И это уже не первый день. Это все уже около месяца продолжается. То есть вот она цели на ее толкает? Или спекулянты там внутри не балуются? Нет, я думаю, что здесь ситуация в том, что когда объявили о слиянии холдинга и ФСК, это очень не понравилось и правильно не понравилось инвесторам. Очень сильно перепродали бумаги. Сейчас осознали, что все не так плохо. И вроде как в прямую жестко обманывать инвесторов никто не собирается. Поэтому бумаги начали отбедовываться. ФСК очень неплохо отросла. Холдинг сейчас, опять же, вот первое замечание о том, что приватизация все-таки возможна. Тут же ожили распределение. То есть позитив это, да? Да, позитив, да. Но вот МРСК-центр, по-моему, вот за последние несколько дней процентов на 40 выросло от своих минимумов. Очень быстрый рост. Но правда там и ликвидности нет никакой, да? Но вот из ликвидных бумаг холдинг. То есть начинают расти межрегиональные сетевые компании, подрастает холдинг, как материнская компания. Причем начал очень неплохо подрастать. Вот я думаю, это как раз те идеи, которые интересны нашим слушателям, которые позволяют заработать здесь и сейчас, что называется, в короткую. Потому что, ну, видно, что эта идея сейчас востребована. И рынок ее переваривает. Генерации, правильно Михаил замечает, наверное, пока туда деньги не идут, потому что действительно на все денег не хватает. И там решение предстоит еще только осенью, и какие они будут, никто не знает. Поэтому пока осторожничают, генерацию особо не покупает никто. Вот локальная идея. Что касается Росгидра, да, вот одна из четырех энергетических фишек, здесь как раз мы ситуацию оценим умеренно негативно, потому что те варианты декапитализации, которые обсуждаются, они нам абсолютно не нравятся. Ни по средствам реализации, ни по целям. Какие цели декапитализации Росгидра? Вопрос. Инвестпрограмма у ней, собственно, сбалансированная. Ей не нужны деньги. Ей нужны деньги для того, чтобы доинвестировать в МС-программу дочерней компании «Равэс Востока». Это далеко не самые эффективные инвестиции с точки зрения акционеров. Я понимаю, там для страны, для Дальнего Востока все нужно, вопросов нет. Но для акционеров Росгидра, наверное, не факт. Это первый вопрос. Второй вопрос. Зачем забирать Росгидра пакет «Иркутская энергия» 40% у «Интерауа»? Те цены, которые называются, они заоблачные. 26 рублей с лишним. Сейчас акции стоят существенно дешевле «Иркутская энергия». Откуда вообще цифра эта взяла в 26? Ну, а этот вопрос уже давно муссируется, больше года, тогда были другие цены, делались оценки, сейчас, может быть, и пересмотрят эту цену, может быть, она будет ближе к текущему рынку. Но даже если, какая конечная цель, возьмет Росгидр, потратит энную сумму, там, около, ну, сейчас, боюсь ошибиться, не буду называть, но приличные деньги на покупку вот этого пакета, по-моему, 50 или 40 миллиардов рублей называются. Потом она добавит к этому, там тоже около, по памяти, 20 миллиардов рублей или больше, потрачен на покупку блок-пакета «Красноярская ГЭС». Все это отдаст «Евросип Энерго», получит там блок-пакет. «Евросип Энерго» — это компания Олега Дерипаски, тоже известный человек на рынке, дивидендов оттуда ждать не приходится. Выход из этой инвестиции в целом, он возможен только и если «Евросип Энерго» пройдет IPO, которое она уже, там, захода два или три пыталась сделать в Гонконге, никак не получается. Ну, рынок, конъюнктура все мешает им, как плохому танцору. И когда они в итоге вытащат вот эти деньги из этих финансовых инвестиций, непонятно. И с какой доходностью тоже непонятно. Вот зачем вообще «Росгидро» туда лезть, я, как вот инвестор, я бы задавал большие вопросы. Поэтому «Росгидро», на наш взгляд, сейчас под давлением. Вот именно вот эта идея на нее давит сейчас, да? Да, да. Истосообразность вот этой всей затеи. Абсолютно. Опять же, вот сегодня в новостях было, футбольный клуб «Алани» будет покупать. «Росгидро». «Росгидро». Отличная инвестиция, да. Ну, там Газаев сейчас, по крайней мере, тренером, может быть, в этом. И что? А то все иностранных-иностранных, а тут наш, отечественный. Так, замечательно. Миш, добавишь, какие-то еще есть идеи спекулятивные, как минимум, на ближайшее время? Ну, как минимум, здесь, мне все-таки кажется, что текущий отскок – это попытка догнать рынок. И, в общем-то, понятно, что на таком неликвидном рынке растут бумаги, сейчас не очень дорогие, к тому же, привлекают спекулянтов. Вот еще раз подчеркну, что слишком сильные решения впереди, и, в общем-то, люди, которые верили в энергетику уже не первый год, терпят большие убытки. Я боюсь, что сейчас вряд ли стоит уже что-то серьезное ожидать, вот, в росте, в краткосрочном периоде. И все попытки сыграть могут убернуться очень плохо. В качестве идей, как я отстреливаю сейчас, ну, наверное, наиболее ярко, мне все-таки кажется, это Иркутская Энерго, с попыткой вот той самой, о чем Дмитрий сказал, передачи Росгидры, и, безусловно, будут ожидать там. Я прошу прощения, мне очень понравилась твоя фраза про людей, которые верят в энергетику. Все-таки эти люди, наверное, есть, давайте о них поговорим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему электроэнергетики в нашем отечественном, нашей отечественной экономике, да, в нашей России. В гостях у меня Дмитрий Терехов, старший аналитик институтной компании «Грань из капитала», и Михаил Лямин, аналитик «Номосбанка». Собственно, самое время сейчас поговорить о неких практических уже решениях, по крайней мере. Мы обсудили сегодня, да, и как сектор этот структурируется, и как он работает, более-менее понятно, и что самое главное, да, от чего зависит постоянный рост тарифов. Все-таки это вещь объективная, как оказалось. Более того, мои уважаемые гости сегодня, ну, я, по крайней мере, это услышал, да, дали нам надежду на то, что все-таки тарифы могут регулироваться. Главное преодолеть некое, так сказать, направление, да, рыночное, продолжить движение в эту сторону. А сейчас, если не возражаете, давайте, Миша, еще раз, некие рекомендации по поводу того, насколько сейчас в данной краткосрочной перспективе интересны компании «Электроэнергетика» для спекулянта. Ну, возвращаясь к рекомендациям, могу только еще раз повторить, что, с моей точки зрения, сейчас слишком рискованный сектор, чтобы заходить туда. Случай, мне кажется, дождаться каких-то определенных направлений векторов. Здесь проблема-то в целом не в том, что непонятно, что с отраслью в целом будет происходить с регулированием. Проблема в том, что непонятно, что будет с компаниями происходить. В случае с сетевыми компаниями... Извини, не совсем не... Ну, идет... С отраслью в целом понятно все, да? Да, нет, непонятно не там, не там. Нет там, вот. То есть, ни новые параметры регулирования не ясны, ни новые требования к отрасли не ясны. И тем более непонятно, что будут с конкретными компаниями. С компаниями, да, с учетом прихода нового стратега и попыткой объединить все в единое в целое, то есть, мне кажется, достаточно большой риск. То есть, формально сейчас уже в условиях некой прослойки между ФСК и сетевыми МРСК оказался холдинг. Что будет приятно для акционеров даже в случае приватизации, сейчас непонятно. Если схема приватизации будет через доп.эмиссии и привлечение непосредственно в МРСК деньги, то холдинг, как бы вообще просто фактически теряя контроль, его размывают, он остается ни при чем. Поэтому, на мой взгляд, вот такие риски, они достаточно существенные, чтобы сейчас лезть. Если мы там разговариваем о приватизации начала года, но делать выбор между, даже пусть тремя компаниями, каково из них приватизируют, а две другие останутся надолго у вас с непонятной перспективой, это тоже, на мой взгляд, не самое главное. И причем непонятно, кого выбрать из трех, да? Да, можно попытаться угадать, но можно попытаться и проиграть. Те, кто там в начале года верил в рост алифов. Но это не совсем инвестиции все-таки, это какая-то долгая история. С точки зрения генерации, здесь тоже достаточно все серьезно, ввиду того, что, собственно, количество игроков сокращается. Сейчас на рынке уже формально ушла ОГК-6, если говорить о крупных генераторах оптовых. ОГК-1.3 — это фактически уже производный инструмент от акций Интерао, ввиду того, что к концу года их не будет. Фактически остается только среди крупных генераторов. Это Интерао, Росгидро и ОГК-4.5. Собственно говоря, вот такая структура в отрасли. А 4-й, 5-й — это НЛ, ОГК-5 и ООН, Россия. Мы уже поговорили, действительно, компания долгосрочного роста. И сюда, мне кажется, бояться особо заходить не стоит. С точки зрения Интерао здесь много вопросов, потому что компания действительно имеет очень агрессивную стратегию. Эта стратегия в следующем году может обернуться для компаниями и большими выкупами, в том числе до конца года сейчас еще предстоит пройти оферты миноритариев ОГК-1, ОГК-3, ТГК-11, Башкер Энерго, то есть генерирующая подразделения от компании. В следующем году заканчивает действие опцион ВЭБа, внешнеэкономбанка, который покупал акции с опционом под возможную продажу по более высокой цене, даже чем текущие рыночные. И, соответственно, это тоже в районе 21 миллиарда будет предъявлено. Ну и плюс сюда надо приплюсовать инвестпрограмму компании, которая растет с каждым годом просто благодаря тому, что она укрупняется. Собственно говоря, в этих условиях, мне кажется, сейчас идеи пока действительно непонятно, что происходит с внутренним рынком. Да, надо отметить, что Интерао – это еще и крупный инвестор, точнее сказать, Интерао делает попытки стать крупным инвестором на зарубежных рынках, попытки выйти в Турцию и в другие страны. То есть действительно стратегия может казаться очень болезненной для инвесторов, по крайней мере, на начальном этапе. Соответственно, наверное, тоже как ключевая. Насколько удачные сейчас вот эти попытки предпринимают? Ну, насколько удачные. Сейчас временно компания объявила о прекращении экспансии, по крайней мере, на период, пока не будет понятно, откуда брать финансирование этих операций. Сохраняется пока идея только вхождения в Турцию, там уже действует определенный проект, и, возможно, Интерао туда пойдет в ближайшее время. Обещано, по крайней мере, анонсировать новую сделку покупки тепловой станции относительно небольшой мощности для Интерао. Вот вопрос того, конечно же, какая-то будет цена этой станции. В общем-то, при текущих потребностях в инвестициях, на мой взгляд, не очень определенном будущем, с регулированием, в общем-то, здесь достаточно все сложно. Вот поэтому рынок действительно очень сильно меняется. И сейчас главное понять, какой будет вектор у него дальше. Можно рискнуть, конечно, зайти, и мы увидим сумасшедший рост, как вот с 2008 года мы его наблюдали. Мне кажется, те, кто уже обжегся. Ну, это тоже наугад как-то, да, выглядит? Больше наугад, да, мне кажется. Ну, я ситуация следующим образом. В общем, то ужесточение, которое могло произойти, оно случилось. Больше затягивать гайки некуда, иначе тогда мы получим какие-то системные проблемы. Да и, в общем-то, я не вижу потенциала куда-то еще дальше укатывать тарифы. Тарифная политика в принципе в рамках определена. Там понятно, что будет какая-то индексация так или иначе. Вот. Я исхожу из того, что с учетом той минимальной индексации тарифа, сейчас говорим про сетевые компании, это касается генерации тоже, хотя там более-менее свободный рынок, да, но по сути дела все к одному сводится. Вот так вот, так или иначе, на какую-то минимальную величину тариф будет расти. Может быть, это будет в пределах инфляции, может быть, чуть ниже и так далее. Но вот в моделях, если все это учесть, то все равно получается, что компании имеют существенную недооценку, даже при всех худших сценариях. И, в принципе, мне кажется, что по соотношению риск-доходность уже неплохо. Потому что худшее случилось, а может случиться и лучше. Но вот вдруг, да, такое тоже возможно. Такое страшно того, что если худшее случилось, хуже уже не будет, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. А лучше может. Может, и не будет лучше. Может быть, это будет так же стабильно, не очень хорошо, как сейчас. Но это уже в цене. Это уже в цене. В любом случае, да, пресловутое дно мы можем здесь в данном случае нащупать уже. Ну, мне кажется, исходя из фундаментали, все-таки какое-то дно мы прошли, потому что сложно себе представить, что вот в сентябре, там, в ноябре еще будут приняты решения, которые еще больше ужесточат, еще больше обрежут. Это уже сложно. То есть такого сложно представлять? Ну, низка вероятность этого. Конечно, какие-то разочарования могут быть, но разочарования... Локальные такие. ...с точки зрения тех, кто имел завышенные ожидания. Вот это может быть. Но давайте будем реалистами, все-таки тариф так или иначе растет. И они не работают там себе в убыток. Да, прибыли сократились. И беда сократилась по отношению к прошлым жирным годам. Но все-таки она осталась. Прошлыми жирными годами, наверное, уже сейчас неправильно сравнивать, да? Не, но все-таки финансовый анализ он сравнивается с предыдущим периодом, да. И формально идет сокращение. И реально тоже сокращение. Но все-таки в минус никто не уходит. Все равно и прибыли, и беда зарабатывается. Здесь все более-менее нормально, понятно. Коллеги, у меня такой вопрос. Ну, сегодня, собственно, Дима об этом говорил, да. Денег сейчас, в данный момент, вот в летний период особенно, на отечественном фондовом рынке не так много. И не секрет, да, что основное движение, приток капитала из-за рубежа создает на отечественном рынке. К сожалению, внутренний инвестор не такой активный. Ну, и мы говорили об этом. Да, отсутствует финансовая грамотность населения по сравнению с Америкой, где, как известно, каждый домохозяйка инвестирует на фондовый рынок. Ну, так представим, что ситуация макроэкономическая сложится так, что инвестор вновь, да, будет воспринимать российский рынок. А мир в России? Да, 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 как лаковый кусок, вот, сюда подтянутся, сюда подтянутся инвесторы, вот, с большими деньгами. И в целом, вот оцените, пожалуйста, с этой точки зрения, электроэнергетика в целом российская, она будет привлекательна? Или она привлекательнее других секторов нашей же экономики, ну, в частности, банковского, например? Ну, я думаю, что электроэнергетике тяжело конкурировать с банками или металлургией, потому что металлургия, например, в чистом виде получает природную ренту, только налогобложений намного меньше, чем в нефтяной и газовой отрасли. Поэтому, конечно, эти сектора, когда пойдет приток капитала, если он пойдет, они, наверное, получат больше денег, ну, в общем-то, не будем забывать... То есть у них потенциала роста больше, другими словами, да? Нет, потенциал это другое. Потенциал это, насколько может вырасти акция в процентах, да, в текущем уровне, так называемый апсайд. В энергетике, я думаю, он не меньше, а может и больше. Но вопрос, как быстро он реализуется. Насколько интересен будет, да? Общее правило такое, что когда приходят большие деньги, то прежде всего инвестируют в индексные бумаги, а индекс это Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбербанк, ВТБ, да, то есть индексные бумаги. И, конечно, они начнут расти первыми. А второй шелон подтянется после того, как первый уже отперформит. После этого начнут подбирать уже и второй шелон. Ну, я немного добавлю, наверное, в этой связи, если мы говорим о серьезном притоке денег, все-таки, наверное... Мы должны ждать его в конечном итоге. Мы не можем вечно вот в таком положении находиться. Да, условно, да. То есть в энергетике есть достаточно серьезный потенциал. Все-таки это компания с большой бетой, в общем-то, то есть с неким большим риском. Здесь главное, чтобы снялись вот те основные риски вхождения. О которых говорили. Да, о которых мы говорили выше. И регулирование. На мой взгляд, 6% и 9% на уровне инфляции, там просто тариф, он все равно не покроет с точки зрения потоков. При таких инвестициях, которые планируется вкладывать в энергетику, это будут абсолютно убыточные компании на уровне потоков. И, мне кажется, страшно будет туда заходить. Поэтому это очень серьезный вопрос. И с этой точки зрения, вот поэтому я еще раз говорю, что сейчас, наверное, не стоит делать такие серьезные ставки на энергетику. Если мы говорим о действительно большом притоке, более-менее нормальные решения будут приняты. То есть, по крайней мере, они будут больше кошмарить, если мы так скажем, инвесторов. Наверное, в энергетике стоит все-таки ожидать рост. Просто по причине бумаг, влияния потоков на которые оказывается больше. Ну, то есть не все так плохо. Давайте смотреть с оптимизмом. В эту сторону. Я напоминаю, в гостях сегодня Дмитрий Терехов, старший аналитик инвестиционной компании «Границ Капитал» и Михаил Лямин, аналитик «Номос Банк». Уважаемые слушатели, это программа «Сухой остаток». Мы традиционно желаем всего хорошего, успехов на рынке. До свидания. До свидания.